Давайте сразу начнем с разделения глобального. Кто использует нативный CSS? А припроцессоры? Я сразу хочу сказать, что я этим докладом не хочу задеть ничьи чувства, профессиональные, точку зрения и так далее. Я просто хочу рассказать про CSS, про то, как я вижу его сегодня, что стоит писать, что не стоит писать, как не стоит писать и так далее. Поэтому если что-то вас заденет, ничего личного. Это просто CSS. Итак, самый главный вопрос, на который мы будем сегодня отвечать сейчас в течение этого действия, это готов ли CSS на данный момент заменить перпроцессоры? Вопрос, ответ неоднозначный, но мы до него дойдем. Пару слов о себе. Я руковожу проектом по аутсорсу фронтендер-разработки от HTML-Академии, который называется Лига Академии, но это неважно. Я верстальщик, я много лет верстал, я продолжаю много лет верстать. Я также, как и все, использовал перпроцессоры. Я когда-то на перпроцессоры перешел, потом я с перпроцессоров ушел. Я много изучаю новые спецификации CSS. Чем дальше я иду, тем больше я отказываюсь вообще полностью от перпроцессоров и перехожу на CSS. Там много всего крутого, советую, кстати. Давайте перед тем, как разбираться с тем, готов ли CSS заменить перпроцессоры, разберемся с тем, что происходит, кто с кем вообще дерется и дерется ли и почему. Разберемся с перпроцессорами. Что такое перпроцессоры, когда, зачем и почему. Когда появились перпроцессоры и зачем, собственно, появились перпроцессоры, почему ими до сих пор столько людей пользуются. Давайте по порядку. SASS появился в 2006 году. 2006 год. Это 12 лет назад. Это давно, это очень давно. В этот же год вышел ВКонтакте и операционная система Windows Vista. Vista уже нет, ВКонтакте уже другой, но, тем не менее, SASS все еще с нами в каком-то виде. Это стандартный синтаксис SASS, который кто-то любит, кто-то не любит. Я лично не люблю вот эти вот без кавычности, без скобочности и так далее. Но, тем не менее, он есть, он работает до сих пор и, в принципе, многие им пользуются. Кто-нибудь пользуется SASS в чистом виде еще? Раз, два, три. Ну вот, люди есть. Дальше пришел Лес. Лес пришел в 2009 году. Вместе с Лесом пришел Windows 7. Я не думаю, что это как-то связано, релизы Windows и релизы припроцессоров, но факт остается фактом. Лес отличался тем, что он более, я бы назвал это CSS-френдли. Он больше похож на CSS. У него есть кавычки, у него есть скобочки, но при этом он давал возможности, которые мог тот же SASS. Но не все, естественно, какая-то ограниченная версия была, так сказать. И в каком-то доподлинной, я так и не нашел точной даты, появился припроцессор, который называется SCSS. Это, по сути, комбинация SASS и Леса. Ну, как я ее себе вижу. Это SASS в синтаксисе Леса. То есть те же скобочки, те же кавычки, только более CSS-френдли. Этот подход настолько понравился ребятам, что на данный момент официально, когда вы говорите SASS, вы имеете в виду SCSS. То есть старого синтаксиса, по сути, сейчас нет. То есть старый синтаксис считается неофициальным. Официальным является тот синтаксис, который предоставляет SCSS. Это произошло, кстати, достаточно давно. Вот, собственно, разница между SASS и SCSS. То есть, в принципе, все то же самое, только больше похоже на CSS. В 2009 году появился стайлус. Я лично никогда не писал проекты на стайлусе, поэтому я знаю, что стайлус могет в оба синтаксиса, и у него есть свои необычные особенности, но я не буду о них рассказывать, потому что я на нем не писал. Я знаю множество людей, которые на стайлусе пишут и говорят, что это лучший припроцессор. Ну, как бы, окей. В 2017 году появился пост-CSS, вот таким, каким я его вижу. Вот, собственно, на этой картинке он, в принципе, и есть. Это немножко другое. Это не припроцессор, хотя в последнее время уже в основном какие-то вещи стали использовать и называть это припроцессором. Ну, все помнят, с автопрефиксера все начиналось, а сейчас это уже отдельная сущность. Самый главный вопрос после этого такого короткого экскурса, начиная с 2006 по, получается, 2013 год, ну, пост-CSS чуть запоздал, это получается 7 лет. За 7 лет, достаточно короткий период, появилось раз, два, три, четыре, пять разных инструментов, один из которых при этом пережил перемену синтаксиса, и еще были какие-то другие малоизвестные припроцессоры, которые не взлетели. Зачем? Зачем за такой короткий период появилось такое большое количество инструментов? Понятно, что мы во фронтенде, ребята, веселые, мы любим придумывать всякую ненужную дичь и использовать ее, но здесь, видимо, не про то, потому что слишком много инструментов, которые решают одни и те же задачи, при этом по-разному, там все разбились на кланы и так далее. Я думаю, что проблема заключается в этом, в самом CSS. Собственно, виноват во всем CSS. Здесь, для примера, второе, третье и четвертое издания книги по CSS Эрика Мейера, и если вы посмотрите на последнюю книгу, то она почти такая же или такая же, или чуть больше, чем два издания предыдущих. Я не знаю, каким будет следующее издание, но факт остается фактом. Припроцессоры появились потому, что CSS не давал возможностей, которых хотелось разработчикам. Он был просто слаб. То есть в нем не было достаточной крутости, ну, как считается, чтобы можно было использовать его только нативно и не трогать припроцессоры. А припроцессоры принесли много всякой прикольной штуки, которые мы стали использовать. Что при этом произошло с CSS? Ну, фактически CSS мертв, как язык. Я знаю, что есть огромное количество людей, которым нравится этот синтаксис. Я скажу только от себя, что я знаю много людей, которым не нравится этот синтаксис, которые считают такой синтаксис неудобным, непонятным. Я не спорю, что в этом коде можно разобраться, но это гораздо сложнее, чем в CSS, потому что не очень понятно, что происходит. Это просто я заходил на GitHub и просто копировал какие-то исходники, скриншотил их и вставлял сюда. Второе. Это последствия так называемой вложенности, которую очень любят использовать, когда не задумываются о том, сколько уровней вложенности ты делаешь в CSS, а потом на выходе у тебя получаются вот такие вот длинные колбаски, о которых ты как бы… Ну, это же скомпилированный CSS, в принципе, пофигу, что там происходит. И есть мой любимый персонаж. Кто угадает руку мастера? Ну, в общем, ладно, я не буду вас мышить. Это Extend. Используя Extend, очень часто получается вот такое. Здесь понятно, вы можете сказать мне, да, понимаешь, тут типа чувак каждому отдельному элементу прописал фонд-фэмили, то есть он не знает о том, что фонд-фэмили наследуется, и он, в принципе, как это сказать, ну, если он такой, то он и с Extend может накосячить. Но вероятность того, что человек, который не будет использовать Extend, накосячит вот так, то есть если человек это будет писать своими собственными руками, мне кажется, он где-нибудь вот в этом моменте поймет, что что-то идет не так. Возможно. Вот. Не факт. Но, опять-таки, это все тоже зависит от разработчиков. Я не буду утверждать, что все из этих вещей прямо критичны, и это страшно, но большинство вещей заставило нас забыть о том, что мы пишем все-таки CSS. Мы перестали смотреть на итоговые CSS и стали смотреть только на то, что мы пишем на припроцессорах. Ну, это, с одной стороны, логично, с другой стороны, не очень, потому что на выходе это все равно получается CSS. Хорошо. Вопрос. Что нужно от припроцессоров? Понятно, что припроцессор это мощные инструменты, которые по-разному что-то предоставляют. Вопрос, все ли из этого нужно и в каком объеме. Первое. Импорты. Отличная штука. Особенно с приходом BAM методологии, когда все стали бить CSS на блоки, компонентный подход. Это было очень удобно, это очень прикольно, и, в принципе, это крутая штука. Я про нее особо заморачиваться не буду. Дальше переменные. Переменные заставили нас поверить в то, что на CSS можно немножко программировать, но при этом множество людей забыло о том, что такое переменная. Ну, то есть, возможно, проблема в том, что большинство верстальщиков не программисты, и изначально понятие переменных немножко размывается. Я, например, часто встречал проекты, в которых несколько переменных, описанные в начале, используются по одному разу в проекте. Ну, то есть, типа, даже на лендинге и так далее. Вопрос, зачем выносить в отдельную переменную одно значение, которое проще записать сразу. Ну, то есть, использование переменных ради переменных. Тем не менее, если использовать этот инструмент правильно, это очень полезная штука. Дальше математические операции. Я копировал сразу с сайта SCSS документации. Здесь, кстати, примеры перворцессоров будут. Поэтому я просто, чтобы вы понимали, в каком году они застряли вместе со своей документацией. Поэтому математические выражения прикольно. Поделил пиксели, умножил это на проценты, получил какой-то результат. Использовали, используем. Но я уже перестал это использовать. Здесь самая основная проблема в том, что это не динамично. То есть, ты не можешь получить какие-то динамичные размеры. Это все статично. Это очень часто порождает всякие magic numbers в коде, типа, от 100%, не знаю, от чего-нибудь вычесть 24 пикселя. И такой, что за 24 пикселя? А это высота хедера. А у тебя в этом хедер поменялся, тебе надо найти в коде. Но документацию же никто не пишет. Поэтому это всегда очень сложно. Дальше цветовые функции. Очевидно, функция lighten делает ваш цвет светлее, darken делает ваш цвет темнее. Там еще куча-куча разных прикольных функций. Это одна из самых крутых штук, которые я использовал. От перепроцессоров. Это мой номер один. Почему? Потому что я очень много времени проработал на фрилансе. И во фрилансе понятия styleguide его в принципе нет. Ну, то есть вам дают макет, верстай, пиши JavaScript, но styleguide придумывай сам. И это очень удобно, потому что ты делаешь при наведении на кнопочку чуть темнее, чуть светлее и так далее. В контексте проекта полного, когда у тебя полностью готовый проект с готовым styleguide, это бесполезная штука. Потому что пытаться понять, какими цветовыми функциями руководствовался дизайнер, когда составлял styleguide, это бесполезно. Потому что, скорее всего, никакого смысла нет. Поэтому подогнать эти функции под готовый styleguide практически невозможно. Проще просто прописать цвета. Дальше миксины. Вот, кстати, отличный пример того, для чего миксины в основном использовались. Для того, ради чего был придуман автопрефиксер. Я уже не помню, чтобы мы такое делали. Но, тем не менее, это попытка сделать функции в CSS. Опять-таки, во многих случаях это было удобно. В некоторых случаях, например, очень удобно было с помощью нее вставлять clearfix. Все же вставляли в clearfix? Ну, где теперь clearfix? Собственно. Поэтому полезно, в некоторых случаях удобно, но очень часто миксины использовали не по назначению, как, собственно, с переменными. Так, что такое? Дальше. Дальше вложенность. Тонкая такая территория, которую я не люблю. Я не люблю вложенность по многим причинам. Но, тем не менее, она есть. Она в некоторых случаях полезна. В некоторых случаях она ускоряет работу. Будем считать, что, в принципе, окей. С вложенностью все в порядке. Я постарался максимально выкинуть из этого доклада свое личное мнение, но не всегда получается. Дальше цикл условные выражения. Здесь я, к сожалению, не могу. Это отказаться от собственного мнения. Вопрос, который я задавал себе каждый раз, когда видел, как люди используют условные выражения и циклы в CSS, я задавался вопросом, а что, если этого можно было сделать без циклов? Я знаю только один пример, когда циклы мне реально помогли. Когда я делал свой собственный фреймворк на CSS, все делали свой собственный фреймворк на CSS, у меня там была сетка модульная. Она строила в зависимости от количества колонок. И ты просто проставляешь число, например, 12, и он автоматически рассчитывает ширину колла. Как это, по-моему, делает Bootstrap? Естественно, я это сделал до того, как я сделал Bootstrap. Но смысл в том, что я за годы пользования своим собственным фреймворком ни разу не поменял число 12. Потому что у меня были либо проекты с 12-колоночной сеткой, либо они были вообще без сетки. Ну, опять-таки, этот самый фриланс, классика. Кто работал, знает. И, собственно, с этим я никогда не видел смысла, что можно было бы сделать с циклами, но нельзя было бы сделать на чистом CSS. Условные выражения — это отдельная штука. Это вообще очень сложно и непонятно зачем. Последняя вот эта вот вещь — extend. У нас к нему особое отношение. Я просто еще раз покажу чистейший результат работы экстенда. Для человека, который не понимает, что такое экстенд и как он работает, ну, и тем, кто пофигу на исходный, на конечный CSS, я просто считаю, что без использования экстенда гораздо сложнее совершить вот это, чем с использованием экстенда. Особенно это касается новичков. Именно по этой причине, например, экстенд в HTML-академии запрещен на уровне критериев. Ну, вообще, в принципе, вы не можете использовать экстенд. Потому что мы столкнулись вот с этим вот на ранних этапах. Вот такая вот замечательная табличка, которую я… Это моя собственная таблица необходимости при процессорах. Импорты, переменные, математические операции, цветовые функции. Окей, здесь вопросов никаких нету. Миксины вложенности, ну, с таким немножко оттенком личного мнения, поэтому они с использовательным знаком. А цикл условного выражения экстенд я рассматривать не буду, потому что я считаю, что это какая-то дичь. Вопрос. Чем хуже нативный CSS по сравнению с тем, что нам предлагают при процессоре? В CSS есть импорты. Они работают не так, как работают импорты в припроцессорах, но, тем не менее, там есть импорты. Да, проблема в том, что если вы будете 150 файлов грузить через импорты в CSS, он будет по очереди грузить отдельно каждый файл, а не собирать их в конечный файл и превращать их в один. Это разная работа, но, тем не менее, импорты в CSS достаточно давно. И, в принципе, теоретически можно было бы заменить импорты припроцессоров импортами в CSS. Это было бы немножко другие импорты, но, тем не менее, они были бы. И у них, кстати, куча всяких прикольных дополнительных штучек есть, которых нет в припроцессорах. Дальше. Кастомные переменные. Они с нами, в принципе, уже много кто про кастомные переменные поговорил. Уже многие, кто сказали о том, что это бомба, о том, что надо это использовать. Ну, никто не использует, как всегда, но, тем не менее. Кастомные переменные — это те же самые переменные, которые есть при процессорах, только с кучей плюшек. Во-первых, они динамические, то есть они не компилируются в итоговой CSS, они существуют в реальности, в реальном времени. К ними можно достучаться через JavaScript, их можно поменять, их можно заставить быть анимированными и так далее. Поэтому здесь куча плюшек сразу идет. Дальше. Есть проблемы. Кто сегодня только не издевался над E, я должен встать в один ряд с остальными. Да, с E есть проблемы, но даже Edge, в принципе, показывает уже неплохой результат в последней версии. То есть, в принципе, кастомные переменные уже можно использовать. Что там BlackBerry? BlackBerry, они еще не обанкротились до конца? Ну, в смысле, то есть Opera Mini, BlackBerry и E-Mobile и Internet Explorer. Вот все, что отделяет вас от использования нативных переменных. Что? QQ? А, да. QQ. Ку-ку и ку-ку. Математические операции. Математические операции, кстати, по сравнению с кастомными переменными, математические операции появились еще намного более ранее. Они появились давно. Функция Calc. Основное отличие в том же, в чем и разница между переменными и кастомными переменными. Они динамические. То есть, Calc можно заставить от текущего окна браузера отнять 80 пикселей. Да, здесь будет Magic Numbers в любом случае, потому что при математических операциях без Magic Numbers никак. Но, тем не менее, это все динамически. И это намного круче, чем просто статическое число, которое получается в начале. И поддержка у него намного лучше. Да, здесь Opera Mini. Я просто предлагаю убрать Opera Mini, написать петицию и убрать Opera Mini из Can I Use. Потому что куда ни зайдешь, Opera Mini ничего не поддерживает. Хотя я пользовался на Nokia, на старый, какой-то 5530, и у меня там все было замечательно. Дальше. Цветовые функции. Цветовые функции, с одной стороны, офигенно крутые в CSS, потому что их больше, они мощнее. Здесь я только основные перечислил, там их вообще тьма. А с другой стороны, они настолько не поддерживаются, что их нет даже на Can I Use. То есть, это настолько черновик, что их еще фактически нет. И непонятно, когда они будут, потому что все заняты другими, более важными делами. Это с одной стороны. С другой стороны, есть замечательный HSLA, функция, которая позволяет задавать цвета. Это немножко другая модель, это не RGBA, там надо немножко подумать головой. Но тем не менее, если понять, как это работает, этим можно пользоваться. Здесь, например, я использую черный цвет и смещаю круг на 20%, получаю чуть-чуть серенький цвет. То есть, там надо просто понимать, как работает цветовой круг. Это надо сесть, все верстальщики, это надо час, чтобы разобраться, как работает HSLA. А поддержка у нее… А, ну вот, кстати, да, я забыл, цветовой круг. Вы просто указываете конкретно и перемещаетесь потом по осветлению, затемнению, у вас получаются цветовые функции. Чем не цветовые функции? Просто надо чуть головой поработать. Ну, понятно. Поддержка… вот она. То есть, типа, она настолько давно, что даже и Е поддерживает его. Девятый. А? Даже операмини. Блин, точно. Ну ладно, стоит ее оставить ради этого. Соответственно, если кто-то не хочет думать головой, как это часто происходит, у нас есть… Можно скопировать HSLA так же, как мы копируем HEX. Только, например, в скетче оно называется HSBA. Ну, назвали по-другому. Неважно. Суть от этого не меняется. Есть еще более простой способ, как говорят. Это называется HVB функция. Я, честно говоря, почитал. Я не понял, чем это проще. Но, в принципе, смысл примерно тот же. Просто немножко по-другому задается, как и написано в спецификации. Более проще для понимания. Я лично не понял, в чем сложность с HSLA. Но, тем не менее, с HVB, даже есть калькулятор, там только одна проблема. Он нигде не поддерживается почти. Ну, то есть там какая-то совсем слабая поддержка. И это из серии цветовых функций, которых нет. Миксины. Это такая danger zone, потому что я это очень не люблю. Но вот есть такие миксины. Это непринятая спецификация Таба Аткинса. То есть его в стандарт не приняли, но она есть. CSS Next радостно побежал и реализовал ее. Но, тем не менее, надо понимать, что если миксины когда-то будут в CSS, они будут выглядеть вот так, через директивы apply, все дела. Но на данный момент не собираются принимать, насколько я надеюсь. И непонятно, будет ли она в итоге в таком же виде. Та же ситуация с вложенностью. Разница с вложенностью только в том, что вложенность, по сути, полностью дублирует синтаксис с CSS. Ну, наверное, с нее и писали. Но вложенность точно так же не принята, ее фактически нет. Поэтому еще раз вопрос. Готов ли CSS заменить перепроцессоры на сегодняшний день? Давайте смотреть. Составим такую сводную табличку. Импорты. Импорты в CSS есть. Они работают. Но это не совсем то. Это факт. Поэтому он с восклицательным знаком. Переменные. Они работают. Они работают лучше. Намного. Потому что они динамические. Их можно менять через JavaScript. То же самое касается математических операций. Вы можете на лету мерить ширину окна и так далее. Это намного круче, чем просто статическое число. Цветовые функции. Если принять во внимание, что есть HSLA, можно сказать, что цветовые функции есть. Но так как вам это сложно принять, скажем, что частичная или поддержка в скором времени, когда реализуют все цветовые функции непосредственно в CSS. Ну и миксинов вложенностей официально в CSS еще пока нет. То есть его непонятно будет ли. Понятно, что исходя из этой таблички, мы можем сказать, что в одиночку CSS заменить перепроцессоры не готов. Ну то есть фактически нет. Это грустно. Но есть и хорошие новости. Во-первых, в CSS можно помочь. Во-вторых, через какое-то время CSS, возможно, поможет себе сам. Давайте начнем с того, как можно помочь в CSS. В чем проблема CSS вообще, в принципе? Почему CSS не может помочь себе сам? У нас исконно есть три самые важные проблемы. Первая — это поддержка браузерами. Даже фичи, которые появляются, тратится достаточно времени на то, чтобы эту фичу реализовать. И несмотря на то, что гриды показали нам в прошлом году, как можно быстро внедрять спецификацию и начинать ей пользоваться, говорить о том, что все спецификации будут вот так вылетать в CSS — нет. Хотя хотелось бы, конечно, в это верить. Собственно, вторую проблему я уже назвал. Это внедрение самих спецификаций. То есть даже к моменту, когда спецификация переходит в состояние черновика, очень долго некоторые спецификации лежат в состоянии черновиков. Там по 10 лет некоторые лежат. И третье — это мысленный барьер. Мысленный барьер — это не проблема CSS, это проблема разработчиков. Потому что вы должны понимать, что если бы сейчас вы отказались для себя от вложенностей и от миксинов, то теоретически вы могли бы почти на полную использовать CSS без перепроцессоров. Ну, с небольшими ограничениями. Но никто этот мысленный барьер, естественно, снимать не собирается. Поэтому это проблема. Разработчики — это, в принципе, проблема. Поэтому это третье. Я постоянно общаюсь с ребятами, которые занимаются JavaScript. И я смотрю, как решается эта проблема у них. У них был, я говорю «был», потому что они говорят, что он мертв. Был такой замечательный инструмент. Пусть хорошо, есть такой замечательный инструмент. Называется CoffeeScript. Он настолько старый, что я не смог найти более качественные картинки, поэтому она немножко пиксельная. В чем, что давал CoffeeScript? CoffeeScript, если совсем утрировать, он был примерно как припроцессор. Он давал немножко другой синтаксис, немножко расширял функции JavaScript, типа стрелочные функции. То есть менял немножко синтаксис. И все этим пользовались. Это было круто. И что, у них не было проблемы с поддержкой браузерами? Были. Были проблемы с внедрением спецификации? Были. И сейчас есть. Спецификации придумываются, но они внедряются в браузеры точно так же долго. У них есть герой. Его зовут Babel. И основной смысл в том, что почему бы нам не использовать инструмент, который делает то же самое, что делает Babel для JavaScript? Почему мы не можем использовать для этого пост-CSS? Я тоже так подумал, почему бы и нет. Я поставил между ними знак равно, двойное. Это же JavaScript немножко. Короче, смысл в том, что я попытался их сравнить и попробовать, что получится. Меня это все привело вот к этой табличке. Я не стал отдельно расписывать каждый. Все знают, что куча плагинов для пост-CSS. Что делает пост-CSS? Что будет с вашим кодом, если на ваш CSS настроить пост-CSS? Во-первых, первое, что он сделает, это позволит вам использовать импорты точно так же, как это используется импорты в препроцессорах. Единственное, здесь могут быть проблемы, потому что у пост-CSS плагина, который занимается импортом, есть какие-то баги с кодировкой. И у вас все может быть не очень гладко, но все знают об этих проблемах и знают, как их решать. Дальше он делает хуже переменные и хуже кальк, потому что он переводит их из динамических значений в статические. И вы, по сути, теряете весь смысл. Поэтому я для математических операций вообще предлагаю не использовать пост-CSS. Поэтому он здесь оставлен в состоянии таком же, потому что я его как бы не использовал. Переменные становятся хуже, потому что прогоняя вам всем нужны Е11, 10, 9, 8, 7. Но прогоняя через пост-CSS плагин, вы теряете все преимущество кастомных переменных. Цветовые функции сразу начинаются поддерживать, потому что пост-CSS умеет их полифилить. Ну, условно полифилить. И миксины вложенности — это, в принципе, то же самое. Он умеет это делать, но я поставил восклицательный знак, потому что я еще раз говорю, что это неофициальные спецификации, и использовать их, в принципе, не совсем законно. Ну, если такое слово вообще есть. В итоге мы получаем полную поддержку. Еще раз, мы полностью поддерживаем все, возможно, с некоторыми ограничениями, но тем не менее. Вопрос. Чем это отличается от перепроцессоров? Ничем. Ну, по факту это просто другой инструмент, которым вы берете и делаете то же самое, что вы делали с помощью, например, SCSS. Но есть и преимущества. Преимущество в том, что в отличие от SAS, LES и всего остального, вы используете реальные спецификации CSS или выдуманные реальные спецификации CSS, как вложенности и миксины. И эта близость к CSS, она на самом деле лучше, чем вам кажется. Во-первых, используя реальные спецификации, вы пишете тот CSS, который действительно существует или будет существовать. Это достаточно неплохо для языка, на котором мы, в принципе, пишем. Это провоцирует использовать новые технологии. Ну, не всех, понятно. Кого-то провоцирует. Когда вы понимаете, например, всю мощность кастомных переменных, вы потихоньку думаете, а нафиг мне вообще процессорные переменные. Я переведу весь проект на кастомные переменные, и горит это ей огнем. Ну, хотелось бы так, но не для всех, тем не менее. И последнее, это такой достаточно, как это называется, ну, дурацкий аргумент, но надо любить CSS. Мы же пишем, мы же используем CSS. Если мы не будем любить язык, на котором мы пишем, зачем это все? JavaScript же тоже все любят. Несмотря на то, что там есть странные вещи, но тем не менее. Понятно, что этот подход вам может не понравиться, потому что никто не хочет просто разменивать шило на мыло ради того, чтобы использовать реальные спецификации CSS, да, и говорить, я использую реальные спецификации CSS. Что делать? Я еще раз покажу вот эту табличку. На этот раз в нем соединено припроцессоры нативный CSS и пост-CSS. Я выделю вот эти вещи и покажу, что переменные и математические операции в нативном CSS на данный момент намного лучше и, в принципе, лучше, чем математические операции и переменные припроцессорах. Это факт, с которым вы не можете спорить. Вот реально. Насчет синтаксис можем поспорить, а насчет этого вы не можете спорить. Поэтому я предлагаю делать вот так. Я предлагаю использовать припроцессоры, но не на полную, а заменить математические операции и переменные нативными переменными и математическими операциями. Более того, об этом говорит и само сообщество. Например, совсем недавно в SASS добавили поддержку, которая позволила использовать внутри SASS спокойно кастомные переменные, при этом чтобы ваш код весь не ломался. То есть это шаг к тому, что сам язык SASS, создатели языка, говорят о том, что давайте использовать внутри нас кастомные переменные. Что у нас в итоге? Готов ли CSS заменить припроцессоры? В одиночку, как мы поняли, нет. Это грустно. Дальше. PostCSS не равно Babel. Это грустно. Он делал то же самое, но мы теряем функции, которые нам нужны от CSS, поэтому это не то же самое. Что следует вынести из этого? Во-первых, кастомные выражения. О, господи. CSS Custom Properties намного круче, чем припроцессорные переменные. Это факт. Второе. Нативный CSS Calc намного лучше, чем припроцессорные математические операции. PostCSS не равно Babel, это я уже сказал. Ну и если все-таки говорить про подход, когда вы используете вместо припроцессора PostCSS, это все-таки немножечко лучше, потому что вы, в принципе, вы все перегоняете в нативный CSS, в смысле статический, но при этом вы используете реальные спецификации. А это все-таки хорошо тем, что в тот момент, когда эти реальные спецификации придут на рынок, вам можно будет просто отключить PostCSS, и ваш CSS будет работать. Ну, естественно, все это гладко не пройдет, но в утопии примерно так. Плюс внедрение новых спецификаций в какой-то момент времени все равно спровоцирует отказ от припроцессоров, потому что когда припроцессоры… ой, CSS научится всему, и припроцессоры будут не нужны, а припроцессоров просто откажутся, потому что это лишняя зависимость, лишняя оболочка. Ну, если мы же стремимся к прогрессу. Есть еще одна сторона медали, она называется CSS and JS. Это отдельная техника, я прошу не задавать мне про нее вопросы, в том плане, что это тема для отдельного доклада, но, наконец, я хочу дать вам подумать вот над чем. Возможно, что будущее — это не борьба между CSS и припроцессорами. Возможно, что будущее — это борьба между CSS и CSS and JS, потому что у меня такое ощущение, что к тому времени, когда в CSS будут внедрены все спецификации, которые позволят спокойно отказаться от припроцессоров, мы уже все будем использовать только CSS and JS. Ну, возможно. На этом, в принципе, все. Спасибо. И вопросы. Доклад, Сергей. Я вас попрошу также выбрать в конце наиболее интересные вопросы. Не мог промолчать. А не приходила мысль вообще, что… Ну, на секундочку, что припроцессоре, возможно, вообще не должны никуда уйти, и они, может быть, решают немного другую задачу, и они используются так временно. Ну, я сейчас вот опишу ситуацию гипотетическую. Ну, прошло пять лет. Короче, CSS победил, припроцессоры никто не использует. Это как СЕ. А? Это как СЕ, да. Нет, приходит докладчик такой, говорит, «Ребят, вы что, почему припроцессоры не используете?» Вот смотрите, CSS переменные. Ну, типа, вот вы используете CSS переменные, вы знаете, браузер лагает, ему приходится каждый раз высчитывать. Почему нельзя припроцессором? Вы же его не меняете. В 95, там, может, больше процентных случаев вы не меняете переменную. Зачем вы ее считаете? Почитайте заранее, всуньте, и будет быстрее работать. Потом формулы то же самое. Меньше весит, не считается, заранее заложено. Лучше сожмется, возможно, не знаю. Ну, ты же не сможешь посчитать кальком, от ширины экрана? Так я буду там, где я не смогу, буду использовать так. Просто в большинстве случаев не нужно вот это считать каждый раз. Можно заранее просчитать и вставить просто. Вот и все. Ну, учитывая, что сейчас столько размеров экрана, флаяуты очень сложно прочитать. Ну, как-то пока я справляюсь, не было особо больших проблем. Это редкий случай на самом деле. Но если сильно упорываться, туда можно втыкать. Но вообще можно простыми способами обходиться. Ну и плюс там… Если обходиться простыми способами, можно обойтись просто CSS. Окей, вот этот знак имперсант и наследование в CSS этого никогда не будет. Уже давно сказали. Ну, как-то это надо делать. В общем, мой пойнт в том, что разные вещи совершенно. При процессоре и CSS. Какие-то опции перейдут, конечно, из при процессорах в обычный CSS. Супер. Но при процессоре вообще никуда не денутся. Возможно. Вот и проверим. Андрей, на самом деле, по поводу производительности Custom Properties оказывают настолько низкое влияние на перформанс страницы. Скажем так, в тех объемах, в которых в принципе можно использовать их на странице, что говорить о перформансе, о падении перформанса Custom Properties при их реальном использовании в каждой ситуации, когда тебе они нужны, в принципе не актуально. То есть есть переменная, потом другая переменная, не зависит, третья переменная, не зависит и тому подобное. Так я говорю о реальных ситуациях. Там есть некоторые ситуации, есть некоторые ситуации, при которых Custom Properties работать в принципе не будут. То есть когда, например, ты хочешь, например, в RootScope ты объявляешь переменную, в ней объявляешь переменную фоллбэком, и потом этот фоллбэк меняешь. Вот это в принципе не будет работать просто в силу того, что Никита может объяснить. Хорошо. В силу особенностей архитектуры как бы CSS, но производительность там не падает вообще в принципе. Вопрос. Да. Это был вопрос дополнения. Я, честно говоря, тоже не слышал по поводу того, что я знаю на GitHub несколько раз поднимались темы нестинга. Последний раз, помню, как раз пару дней назад даже Илья Виру поднимал этот вопрос, если я не ошибаюсь. Сейчас спросим. Вот. А ты слышал, Сергей, по поводу того, что нестинг вообще в принципе его никогда не будет? Я впервые сейчас услышал это от Андрея. Нет, ну, в смысле, кто-то писал в рабочей группе, что пока я жив, этого не будет. Ну, в таком плане там велись дискуссии, но я не знаю, что там произошло два дня назад, я не смотрел. Но теоретически, ну, как бы, там скорее больше против, чем за. И понятно, что, возможно, в том составе, в котором есть рабочая группа сейчас, они эту спецификацию не примут. Но в какой-то момент они все равно могут ее принять. Это же, блин, у нас сегодня не приняли, завтра приняли. Да вообще совсем есть проблемы. Это же, блин, веб. Ну, я просто хочу сказать, что на самом деле нестинг – это вторая после переменных фича, которую разработчики используют, которую разработчики выделяют в преимуществах использования перепроцессоров. Я два года назад, когда как раз в этом же зале рассказывал про переменные, я до этого проводил опрос. Порядка, если я боюсь ошибиться, этот твит уже бог там знает, как найти в своей ленте. Боюсь ошибиться, но порядка 2000 человек была выборка и примерно, по-моему, больше 35% это был нестинг. Лия Виру примерно через год делала такой же опрос у себя в твиттере и нестинг был тоже на втором месте. Собственно говоря, мне кажется, можно сделать вывод, что переход к, ход, в закат препроцессоров это, собственно говоря, приход нестинга, потому что нестинг плюс переменные составляли порядка 60-70% потребностей разработчиков в препроцессорах. Да, но пока они не приняты официально, пока говорить об этом рано. Просто понимаешь, смысл в том, что мы можем сейчас начать это использовать, а потом через год эту спецификацию примут в абсолютно в другом синтаксе. И получится, что мы застряли между настоящим… я не говорю, что нужно использовать или не использовать нестинг. Я просто говорю о том, что, по сути, под тем данным, которые у меня есть, которые я видел от Ливиру, можно сделать вывод, что нестинг – это та точка перехода, когда препроцессоры фактически станут уходить. Ну, уходи. Нестинга не хватает. В смысле, да, 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 да. Там вопрос далеко совсем. Привет, спасибо за доклад. Как мы знаем, уровней абстракции не бывает много. И ты сразу отбросил циклы, например, в SCSS, SAS. Я так понимаю, рассматривается достаточно частый, но частный случай, когда у нас проект представляет из себя нечто неизменное до тех пор, пока дизайнер не выпустит новый стайл-гайд и не скажет, что пора делать редизайн. Что если, например, мы разрабатываем некую платформу для создания сайтов или клепаем, не дай бог, шаблоны для WordPress, которые выполняют один и тот же функционал. И я, например, как разработчик, не хочу залезать в CSS, мне приходит какой-то темплейт, я просто меняю стили под бренд-бук, меняю переменные и циклами получаю, например, кнопки. Каким образом, ты думаешь, это будет реализовано в CSS спецификации? Потому что ты циклы сразу отбросил. Навряд ли циклы появятся в CSS спецификации. Это раз. Во-вторых, я не думаю, что эту задачу нельзя решить без циклов. На это понадобится больше времени? Да. Да. Но это можно решить без циклов. Если у тебя от всего... Ну, здесь вопрос в чем? Я же не говорю о том, что надо... Извини, пожалуйста, но это достаточно аскетичный подход. Можно любую задачу в принципе решить большим количеством времени, не используя там никакие не реакты, а просто все писать на Vanille.js. Тем не менее, инструменты подобные появляются для того, чтобы сокращать время на разработку. Так почему же ты их отбрасываешь? Это понятно. Проблема в том, что зачастую инструменты, которые призваны ускорить разработку, превращают поддержку проекта в ад. В том, что приходит другой разработчик, видит твой цикл, он не понимает, что там происходит, потому что ты не написал документацию. Ну, например. Это достаточно частый кейс. То же самое проблема с вложенностями. Когда человек делает 900 уровней вложенности внутрь, и ты пытаешься поэтому понять, где у тебя вообще что находится, или ты нажимаешь, например, выделяешь селектор, нажимаешь Ctrl-F, заходишь в свой проект, нажимаешь Ctrl-F и получаешь там фигу, потому что у него этот селектор склеен из 25 тысяч маленьких слов через имперсант. Это проблема. Это проблема, которая усложняет поддержку проекта. Это проблема не при процессорах, а разработчиков. Так можно про все сказать. Спасибо в любом. Привет. Спасибо за доклад. А у меня такой вопрос. Сейчас пошла немного холиварная тема. А за что ты не любишь экстенды? Много мемасиков. За то, что они формируют длинные селекторы? Нет. Скорее так. Смотри. То, что экстенд формирует длинные селекторы, это нормально. Это его работа. Мне не нравится то, что экстенд заставляет верстальщиков не думать о том, что генерируется в итоговом CSS коде. То есть тебя беспокоит то, что в исходном коде каша получается? Меня вот это немножко беспокоит. в целом. Вот эта ситуация. Это немножко странно. А какая альтернатива? Миксины. Ну, тут можно кучу придумать. Как-то же без экстендов обходились и обходятся, кстати. Полно людей обходится без экстендов. Я понял. Хорошо. Спасибо. Какая альтернатива? Привет. Спасибо за доклад. Первый вопрос. В чем для тебя главный поинт использования чистого CSS? Ты хочешь использовать чистый CSS для того, чтобы… Потому что я люблю чистый CSS. Круто. Спасибо. Все понятно. Уносите его. Еще маленькое замечание насчет кейса с переменной, которая может быть использована только один раз. Это удобно в другом кейсе, который ты описал, когда немножечко меняется хедер и все поехало. Если разработчик договаривается, что он будет всю геометрию выписывать в один файл переменными, это будет работать. Да, это будет работать. Если это будет вынесено, задокументировано и обсуждено. Я имею в виду более дурацкие кейсы, когда у тебя есть у кнопки цвет обычный и цвет ховера, и ты используешь их ровно один раз для одной кнопки. Это именно и есть кейс выноса всех magic number, magic свойств в файл. Это не совсем magic number. Если разработчик случайно что-то забудет, то есть это вина не CSS, это вина разработчика. Да, но такой подход провоцирует. Но мы люди. Это не вопрос, это просто. Окей, хорошо, я понял. Можно? Честно говоря, раз уж вернулись к этому кадру, мне стало очень интересно, вы как-то минифицируете свой код? Вы никогда не обращали внимания на то, что превращается? Ведь если взять вот этот код сейчас и разложить, каждому этому элементу назначить этот несчастный фонд-фэмили, вы представляете, насколько больше будет занимать вес файла? А зачем каждому из этих элементов назначать отдельно фонд-фэмили? Ну, если по дизайну так. А? Если так по дизайну. Или вы предлагаете, я не знаю, там использовать, предположим, BAM для того, чтобы назначить... Я предлагаю использовать такую штуку, как наследование свойств. Например, фонд-фэмили. Вниз проваливается полностью. Окей. Мне нужно внутри... Назначаю боди какой-то стандартный там фонд-фэмили, неважно какой. У меня есть какая-то менюшка, которая использует кастомный стиль. Получается, что мне нужно быть... Сверху написать один раз внутри этой менюшки и переопределить... Я первый раз вижу человека, который отказался от... Ушел, наоборот, в CSS назад. Мне стало очень интересно. Получается... Кто ушел в CSS еще назад, кроме меня и Паши? Вот их тут полно. Я не против. Я просто первый раз с этим сталкиваюсь. Поэтому мне стало интересно. Получается... Мне интересно, вот вы свои проекты, соответственно, пользуетесь ли вы ВБМ, предположим. Да. Но при этом вас пугает такой подход. Точнее, такой выход. Меня пугает отсутствие... Как сказать-то, чтобы никого не обидеть? Меня пугает то, что разработчики не думают головой, когда пишут. Это пугает всегда. Ну, вот меня это пугает. Но я согласен, что человек, который не думает головой, экстенд можно использовать правильно. И экстенд нужно использовать правильно. Ну, то есть, в некоторых ситуациях экстенд может быть полезен. Но 99% разработчиков превращают экстенд в колбасу. Вот в такую вот. И это проблема. Потому что он заставляет людей не думать о том, что у них делают. Ты пишешь CSS или ты используешь припроцессоры? Я припроцессор. Я имею в виду, когда ты используешь припроцессор, это всего лишь инструмент для написания CSS. Итоговый CSS в любом случае должен быть нормальным, например, и логичным. Ну, если не думать, что ты пишешь, написать можно на любом языке, в любом варианте такое, что потом нельзя будет ни прощать никому. Да, я знаю. Я просто к тому, что экстенд провоцирует делать такую колбасу и не думать. Не знаю. Я, честно, экстенд тоже не использую, но вот этот код видела в другом формате, соответственно, он получался у меня другим путем. И как-то, честно, не очень пугает. Я не понял, как у вас вообще в BEMе такое получилось. Нет, это было до использования. А, окей. Ты хочешь добавить? Еще вопросы есть? Может быть, выйдем? Спасибо большое за доклад. Хотел спросить, вот если вы переведите людей, то, что CSS — это круто, да, и препроцессоры, но не нужны вообще. Есть ли средства, чтобы безболезненно перейти на CSS чисто у того, кто использовал препроцессоры, чтобы инструменты типа GUI-шки или еще какие-нибудь, чтобы… В смысле? Ну, скомпилировать, то есть вот этот твой… В смысле, чтобы взять препроцессорный код и перекомпилировать его в нативный CSS? Более нормальный, без повторения, без всего вот этого. Нет. Нет, в смысле, можно ли из кода… В смысле, чтобы у тебя был в левой части код препроцессора, а в правой части CSS нативный? Ты это имеешь? Нет. Вот этот код, который используется в препроцессорах, то есть CSS, да, написанный, чтобы его компилировать в CSS обычный, но без использования препроцессора. Написать препроцессор препроцессор? Ну да. Я не понял. Ну ладно. Ну, в смысле, это можно сделать в два шага. Я не понял кейса. Да, кстати. Может быть, уже написан? Давай потом обсудим это. Я не совсем понял, зачем. Что-то… Можете выйдем? Спасибо за доклад. В копилку, наверное, холивара нужности… Еще? Еще! Да, еще. Я сейчас использую препроцессоры и по сути использую, как выше было сказано, вот небольшое количество их функционалов, это переменные, вложенность, там одна миксина есть, но бог с ней. И встретился с интересной особенностью, что у меня сейчас Ярн и вебпак собирают одинаковые исходники в разный результат. То есть у меня верстальщик нечто сделал такое, с чем уже неделю разбирается. Как же так получилось? И нет ли здесь… Хороший вопрос. Да. Как, во-первых, могло быть такое, а во-вторых, как бы это лечить? Насколько… Это такой вопрос сейчас, типа, практически, пойдемте сделаем. Я в том плане… Я, к сожалению, не смогу это воспроизвести. Вопрос в том, какие особенности и какие различия? Что изменилось? Ну, может быть, используется разная версия файла, может быть, используется разный компилятор. У SAS-а несколько компиляторов. Или какой у вас припроцессор? Собственно, SAS… Ну, там есть лип SAS, там есть рубишный. Есть, по-моему, на… Блин, как его? На Go или на Dust написали компилятор. Может быть, разные компиляторы. Это такой вопрос, практически, это сложно ответить. А потом я… В общем, напугал… Я сомневаюсь, что Ярн что-то соменяет. Вашу точку зрения. Ярн, по-моему, ничего не собирает, насколько я помню. Вообще, насколько я знаю, он является оберткой над вебпаком, что меня еще более сильно удивило, как получилась такая разница. Что? Ярн обертка над вебпаком? Нет, я что-то не понял. Глубина. Давайте закончим этот бесполезный диск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!